здравствуйте мои друзья посмотрите какое красивое печенье мы с вами приготовим это печенье в форме розочек и будет оно из моего любимого творожного теста для этого печенья нам понадобится 250 грамм творога одно яйцо 100 грамм сахара 10 грамм ванильный сахар щепотка соли и 100 грамм размягченного сливочного масла все это мы при помощи венчика или вилки растираем до однородности если у вас творог комочками можно его протереть через сито или все перемешать при помощи погружного блендера до однородность у меня 300 грамм муки к ней мы добавляем 10 грамм разрыхлителя все перемешиваем и просеиваем в творожную массу муки может понадобиться чуть больше чуть меньше все зависит от влажности муки творога и величины яйца сначала все размешиваем ложкой а потом когда уже будет трудно это делать замешиваем тесто руками долго месить не надо собираем в ком тесто у нас получается мягкая не липнущая к рукам рабочую поверхность подпыляем мукой делим тесто на две части каждую часть раскатываем пласт толщиной примерно 3 миллиметра пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео вот такой пласт у нас получился и теперь нам нужно выемкой 7 сантиметров вырезать кружки из этого количества теста у меня получилось 20 розочек 20 печенье то же самое мы делаем со второй частью теста обрезки не выбрасываем мы их тоже раскатываем и вырезаем из обрезков кружочки теперь посмотрите как делать розочку четыре кружка внахлёст друг на друга мы выкладываем вот таким образом и сворачиваем все достаточно плотно сворачиваем вот в такой рулетик посмотрите это наша заготовка для печенья разрезаем на две части этот рулетик посмотрите это основание розочки а это верх розочки и нам нужно вот эти кружочки обрезанные немножко раздвинуть чтобы получились настоящие лепестки розочек посмотрите очень похоже на розочки готовые печенье мы выкладываем на противень выселены пекарской бумагой на расстоянии друг от друга выпекаем заранее разогретый на 180 градусов режим конвекция обдув духовки до зарумянивания в моей духовке это было 20 минут даем остыть печенью и перед подачей присыпаем печенье сахарной пудрой у нас получаются розы в снегу по моему очень красиво и сейчас мы будем пробовать печенье посмотрите какое оно красивое посмотрите вы видите какие слои у этого печенья пробуем это очень вкусно оно мягкое внутри а снаружи хрустящее а какое оно ароматное